В Свердловской области поисковые отряды обнаружили обломки американского бомбардировщика времен Второй мировой. Митчелл Б-25, одна из машин, которые США поставляли во время войны Советскому Союзу. Именно через Урал проходила часть так называемого аэромоста между двумя странами. Неподалеку от места крушения были найдены и останки экипажа. Теперь поисковикам предстоит восстановить их имена. Репортаж Евгения Аксенова. Разбитые и покорюженные куски металла — это всё, что осталось от мощного бомбардировщика. Этой аэрокатастрофе почти 70 лет. После войны здесь побывала официальная комиссия. Изъяли исправное вооружение и уехали. О трагедии забыли. Поисковики-энтузиасты нашли это место с большим трудом. Помог местный охотник. Когда упал-то, он же говорил, что приехали военные, посмотрели, и всё там, и уехали, и всё это как засекретилось. Ну что, я ещё помню, пацанам когда был, вот сюда приезжали, мы пулемёты лежали, вот это я как сейчас помню, их с места на место перекладывали, баловались, играли, пацаны были тогда. Деревья здесь были сломаны, конечно, вот сколько было в верхушке, как вот так вот, самолёт шёл, вот это вся как просека здесь была. Во время Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки поставляли Советскому Союзу свои самолёты. Советские лётчики принимали боевые машины на Аляске и перегоняли их через всю страну. Участники экспедиции предполагали, что на месте раскопок найдут свидетельство этого аэромоста. И не ошиблись. На первой же находке были надписи на английском языке. Начиная с 43-го года аэропорт Свердловск был переименован в аэропорт Кольцово и подчинён трассе Уилькаль-Москва. Вот это вот секретная трасса, которая до сих пор почему-то является секретной, потому что материалов по ней очень-очень мало, и они такие скудные. И вот именно часть вот этой трассы, это был уже шестой перегоночный этап, он приходил в Свердловск, Казань, Москва. Значит, уже Москва распределяла на фронтах. За время почти трёхлетней работы Советско-Американского воздушного моста Советский Союз получил более 14 тысяч боевых самолётов. До Москвы не долетели почти 40. Основные причины потерь на всей протяжённости маршрута – производственные дефекты и плохая техника пилотирования в сложных метеоусловиях. Что стало причиной крушения этого бомбардировщика, ещё только предстоит выяснить. Пока что можно с уверенностью говорить только о марке самолёта. Ну вот по этим вот запчастям, от двигателя, сохранившимся, в принципе, удалось понять, что это был звездообразный 14-цилиндровый двигатель, именно тот, который устанавливался на Митчелл Б-25. Обломки самолёта аккуратно сортируют для дальнейшего изучения. Значительная их часть ещё остаётся в лесу. Обломки самолёта, найденные на месте трагедии, передадут в музей. Одним из его экспонатов станет вот этот шлемофон. Он принадлежал пилоту, который за несколько мгновений до катастрофы успел катапультироваться, но всё-таки не выжил. Его имя поисковикам ещё только предстоит выяснить. Останки членов экипажа нашли недалеко от места крушения. Их захоронили здесь же, по православному обряду и с воинскими почестями. Всего в годы Второй мировой войны в небе над Средним Уралом упали пять американских самолётов, которые пилотировали советские лётчики. Участники экспедиции намерены продолжить поиски. Евгений Аксёнов, Максим Пушкарёв, ТВ-центр, Свердловская область.